Поголовье скота в Башкортостане может быть увеличено в полтора-два раза до трех миллионов голов. Площадь пастбищ и фермерских хозяйств в республике позволяет это сделать, отметил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Состояние и перспективы развития мясного животноводства и переработки продукции в регионе обсудили на совещании в формате сельского часа. По словам главы Минсельхоза, Башкортостан обеспечивает потребности республики собственным производством на 88%. В прошлом году в регионе произвели 263 тысячи тонн мяса и по этому показателю Башкортостан на 10-м месте в стране. Половина объема – вклад личных подсобных хозяйств. Ильшат Фазрахманов также отметил, в ближайшие три года в республике начнут работать крупные производства, которые строят в рамках инвестиционных проектов. И для дальнейшего развития отрасли необходимо решить ряд задач, резюмировал вице-премьер. Это увеличение количества поголовья, о том, что маточное поголовье у нас будет. Далее появление на полках и в небольших магазинах в наших городах и районах нашего мяса. Появление в социальном питании именно нашего мяса. Ну и привлекательность не только для наших и для других инвесторов. Также в числе важных вопросов развитие сети убойных цехов, система утилизации отходов, прозрачное ценообразование. Я ориентируюсь всегда на интересы наших жителей. У нас есть такие факты, когда из-за сложности убоя, из-за этих довольно сложных процедур, к которым наши жители, может быть, до сих пор не привыкли, мясо в живом месте у нас забирают и в Оренбургскую область увозят. И, соответственно, вы понимаете, это и траты, и, соответственно, ту маржу, которую они могли снять, мы не снимаем. Совещание в формате «Сельский час» прошло впервые. В рабочем графике оно появилось по инициативе главы региона. На заседании будут обсуждаться актуальные вопросы агропромышленного комплекса при участии представителей отраслевых ведомств, надзорных органов, а также республиканских товаропроизводителей. Продолжение следует...